Девушки отдыхают Такого театра нету нигде у нас в стране, 100% это какое-то совершенно новое вообще, заново изобретенный театр, заново изобретенное, пространство, действие, способ взаимодействия артистов друг с другом и со зрителем. Ваш планшет оставляет запах на сайте, а сайт оставляет запах на вашем планшете. Субтитры создавал DimaTorzok О том, что люди как-то все больше стараются уединиться, обезопасить себя как каким-то таким одиночеством. Оно больше людей не пугает, а скорее наоборот. Боятся вступать в какие-то серьезные отношения, в какие-то серьезные связи. Боятся зависимости от этих связей других людей. Три сцены. Очень необычно. Почему три сцены? Мы говорим про время, когда люди практически перестанут общаться друг с другом. И они не будут соприкасаться друг с другом. И поэтому в нашем спектакле артисты видят друг друга только через экран. Они не встречаются. Они друг с другом, живьем. Они не могут прикоснуться друг к другу. И это очень важно. Именно эта площадка отражает ту атмосферу, которая находится в книге «Айфакат». Она должна быть тяжелой, чистой, бетонной. Например, те картины, которых очень выделяют наши зрители, которые больше всего постят. Вот, например, две девочки Кати Щегловой, которые находятся на той стене. Долбоглазые. Да-да-да. Их, простит, не знаю, постит каждый первый или каждый второй практически зритель. Но вот моя любимая картина – это вот эта. Она называется, не знаю почему, «Кладбище томогучи». Хотя здесь изображен, безусловно, Порфирий Петрович. Это картина художника Маруси Борисовой Севастьяновой. И меня эта картина завораживает. Я ее дико боюсь. Мне кажется, что она чудовищная. Чудовищная, согласна. Но как бы это чудовищность, от которой ты не можешь оторваться. Если вас не смущают, а наоборот привлекают откровенные темы, эпатаж, очень смелые размышления о будущем, то вам понравится спектакль. Кстати, осталось всего 7 спектаклей. Это больше не повторится никогда. То есть у тебя есть только шанс до конца марта успеть это увидеть, успеть увидеть, как соединены Пелевин с Богомоловым. Все подробности на сайте kassir.ru. Знаете ли, тут показывают такое. Это безумно, увлекательно и интересно. Я ставлю этой постановке лайк. Всем хорошего настроения. Пока! Я считаю, что это достаточно полезное занятие для человека размышляющего. Восхитительный текст, потому что это еще и выставка современного искусства, и это тоже очень любопытно. Игра этот спектакль, я все-таки оставляю какую-то внутреннюю надежду интеллекту человеческому на, не знаю, на чувства. Вообще, это один из моих любимых режиссеров, поэтому все приходите обязательно. А вот вам лично не страшна такая жуткая картина через 50 лет, которую рисует Пелевин? Знаете, очень страшная. Именно поэтому, собственно, и родилась у меня идея сделать этот спектакль. Именно по той причине, что, когда я прочитала «Айфак», я настолько ужаснулась тому, о чем пишет Пелевин. Но я абсолютно верю в то, что пишет Пелевин, и много лет его предсказания все сбываются. Мне понравилось то, что персонажи находятся в разных местах, и голос транслируется из разных мест. Ты переключаешься между разными пространствами, между тем, что смотришь на живого человека, и потом видишь картинку. Мне кажется, Пелевин очень хороший социолог, он чувствует современную реальность и очень быстро реагирует, и очень точно, компактно, много-много смыслов запихивает в одну книжку о том, что происходит. Много красивых людей, все выглядит очень дорого, и сделано очень дорого. Мне кажется, такое даже чисто визуально просто приятно наблюдать, как минимум. Продолжение следует...